Для начала давайте посмотрим на основные видеостандарты, с которыми мы работаем. Мы не принимаем формат Standard Definition SD, поэтому минимальное требование к разрешению это 1280 на 720, что соответствует стандарту HD 720p. Далее Full HD 1080p и все, что больше, у нас приравнено к стандарту 4K, то есть стандарт Quad HD у нас не представлен. В нашем случае обозначение стандартов выглядит следующим образом. HD 720p, Full HD 1080p и 4K. Теперь давайте заглянем в один из пакетов, чтобы понять, что же такое B-Roll пакет, из чего он состоит и чем нам собственно руководствоваться при его создании. Поскольку речь идет о нескольких кадрах на одну тему, то при создании или реорганизации или формировании пакета мы прежде всего должны обращать внимание на разнообразие крупностей и углов. В данном случае мы видим несколько из основных типов кадра, при монтаже которых мы получим идеальный B-Roll. Соотношение крупностей и углов является выразительными средствами монтажа, о чем забывать нам с вами не стоит, особенно когда мы формируем пакет из большого массива. Здесь надо понимать, что если пакет будет содержать в себе исключительно кадры одной крупности и тем более одного угла, то его монтаж будет, скажем так, проблематичным. И интереса к такому пакету на сайте не будет. Чуть позже мы увидим подобный пример, а сейчас давайте повторим критерии отбора при сборке пакетов из массива. Первое – это крупности, второе – это углы, третье – это действия. Конечно, мы должны сохранить в нем то действие, которое заявлено в его названии. Ну, если оно там есть. Ну и теперь, наконец, посмотрим, что у нас получилось и как выглядит идеальный B-Roll пакет по версии нашего ресурса. Как мы видим, здесь соблюдены все те основные правила, о которых мы говорили. То есть крупности, углы и действия. В такой связке эти семь кадров работают как раз как идеальный B-Roll пакет. Давайте посмотрим еще один пример, кадры которого отобраны по абсолютно такому же нашему принципу. Но надо оговориться, дело в том, что все это время мы вели речь о, скажем так, игровых пакетах, где есть ярко выраженные действия. А что если это будет ландшафт или пейзаж? Да еще и с таймлапсом. В этом случае у нас может не быть такого разнообразия крупностей. И тогда мы просто должны показать какие-то знаковые места, символы этого города, этого места. Ну и, конечно, интересные углы. Вот на данном примере мы же сразу понимаем, что это пакет про Лондон. Именно таким принципом и надо руководствоваться, собирая городские ландшафты, пейзажи и все, что с этим связано. Ну и, наконец, давайте посмотрим на тот самый пакет, о котором я говорил ранее. Это тот пакет, где все кадры практически одной крупностью, там за исключением одного, по-моему, кадра. Соответственно, он не представляет особого интереса, находясь на нашем сайте, как действительно пакет Бирола. Именно потому, что он не соответствует тому принципу, по которому формируются пакеты на нашем сайте. В завершении давайте коснемся темы лицензированного контента, то есть два вида лицензии – это Commercial и Editorial. И немножко поговорим об этом. Как вы видите, вот этот пакет, он снят был явно специально, и в нем присутствуют модели, будь то настоящие врачи, ненастоящие. И нас это не очень интересует. Важно то, что эти люди все получили деньги и подписали определенный контракт с фирммейкером или видеографом, который это делал. Соответственно, этот пакет может быть использован в коммерческих целях, то есть в рекламном ролике, в интернете, веб-ролике. Этот вид лицензии называется Commercial. Что такое Editorial? Editorial – это когда контент, то есть материал снят просто в городе, просто где-то, куда попадают лица людей, попадают имена брендов, и которые мы не можем, то есть покупатель не может использовать в рекламных целях. Это может быть использовано в документальном кино или в новостных выпусках, когда не идет речи о каком-то конкретном бренде, преимущества которого показаны за счет этих людей, присутствующих в кадре.